катерина щукина написала в каком-то видео вы говорили что берете тени чуть светлее чем они есть но как тут избежать опасности впасть в белесость как выдержать тон и контрастность делай при этом светлую живопись вы знаете когда вы увидите почувствуете я думаю что все все в нашей команде это уже почувствовали но вдруг кто-то еще не очень что-то он может быть одинаковым у тепла у теплого и холодного кусочка вот одинаковый то это раскрывает огромные возможности тогда можно работать не только тоном а еще вот цвет и тогда можно облегчать сознательно главное что это делать сознательно то есть вы видите одно начинаете творить творить смысле делать но новизну какой-то да за счет этого ну тон-то 1 значит получается не только тоном надо мыслить эти картинки часто показываю на классах но чтобы было понимание посмотрите цвет разный а то он один это не просто слова у вас появляется такой диапазон для творчества вы можете оперировать в одном тоне разным цветом и достигать удивительных результатов вот какая штука фишка то в чем какая что будет белесость если у вас вы же белилами мы договорились белилами мы не пользуемся в открытом виде обязательно их смешиваю но смешивайте в сторону холода там или тепла а то он может быть один понимаете вот здесь если прищурится прищурить сильной вы увидите разницу тона но за счет температуры они начинают работать и тогда теплота и холод но и просто не просто конечно теплота и холода различные включения цвета в белила могут вам помочь делать совершенно невероятные эффекты и разная контрастность естественно будет и свет и светоносная живопись будет за счет того что она будет цветная но из разных составляющих вот эти куски наполнены достаточно просто холод тепло ну естественно естественно с различными нюансами да и мы просто можем обогатить тем самым живопись но это очень интересно делать тени светлее либо наоборот темнее чем ты видишь но это уже из области экспериментов сначала конечно надо научиться делать точно точно попадать в тон а вот цвет можно я приду я приду я себе разрешаю сочинять себе разрешаю звучит глупо ну короче сочиняю к чему вас и призываю спасибо за вопрос катя поедем дальше полина ушакова как научиться видеть больше цветов и писать цветнее спасибо полина за вопрос спасибо друзья за поддержку канал существует благодаря вам так что чем больше вы будете активно вести себя нажимая на кнопку там нравится или не нравится тем он будет стабильнее себя чувствовать делайте вашу работу пока я рассказываю как научиться видеть больше цветов друзья полина так мы видим с вами наверняка одинаково количество цветов но как их уложить на холстике но нужно просто поначалу смотреть в расфокусе то есть не фокусирована как бы без очков там выделить несколько пятен из из видимого пред предлагаемого вот мира ну я имею ввиду мотив какой-то вы задумали вы его разделяете вот как принтер как сканер вернее настроены на 10 дп на 10 пятен там одно пятно второе пятно третье четвертое пятое шестое седьмое что тут еще восьмое но вот эти вот уже это нюансы 9 и 10 10 пятен все на 10 пятен но этого мало дальше вы их закладываете эти 10 пятен не обращая внимание на различные нюансы в этом пятне например вот вы видите зелень например вот кусочек зелени берите средний тон не светлый не темный а средний но по отношению к другой на пряме зелье к этой вы сравниваете эту с этот средний тон и этот средний тон и закладываете потом это к этому смотрите здесь есть разные нюансы и такое туда 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 но она держится пятном и это тут тоже есть нюансы здесь есть нюансы там но по пятну каждое пятно живет само по себе но и в гармонии с другими все-таки это некий некие взаимосвязи между пятнами возникает вы это почувствуете когда начнете таким способом работать все это детально мы проходим на моих живых семинарах и детальное рассказываю показываю в моей онлайн школе заходите ссылку я оставлю под видео лучше сначала нам посмотреть первый урок основы целостного видения в пейзаже вот видение это очень важно настроить это видение потом надо посмотреть 13 урок говорят что в америке нет 13 этажа не знаю правда ли это или нет 13 урок надо посмотреть несмотря на отсутствие второе этажа в лифтах нету 13 цифры говорят может врут там везде одноэтажные домики у всех но двух двух редко в основном а я спросил а почему так в сиэтле там как-то ехать почему все такие низенькие домики а зачем говорит второй этаж очень большие площади там гектары все красиво а зачем человеку тратить энергию по ступенькам все время подниматься лучше в горизонтально расположить домик ну такие одноэтажные одноэтажная америка ну так вот значит 1 потом 13 13 посвящен композиции в пейзаже это очень двухчасовой вообще и 1 и 13 урок двухчасовые это такая вот теория в моей школе вот это вот сначала обязательно а потом выбирайте по картиночкам посмотрите что там вам понравится тема везде разные пейзажи натюрморты и портреты и все разные все задачи и потихоньку вот так начинать смотреть если вы почувствуете что это ваша я стараюсь все очень детально объяснять показывать палитру как я пишу замешиваю кладу краски на холст с объяснениями как сравнивать и тогда но этот маленькая рекламка в сторону того как больше видеть и как писать цветнее ну в общем в общем полина не сдерживаться в цвете почаще мыть кисточку частое явление отсутствие цвета в картинах это в грязная кисточка такая не помытая в растворителе и и второй секрет не жалеть краску не в растирочку так в растирочку можно в начале когда начинаете работу а потом все больше ну накладывать краску сначала на кисточку а потом уже в холстик дорогая она но куда деваться дело такое дешевое по моему к мане кто-то пришел сказал попросил взять в ученики хочу быть художником он спросил а деньги у тебя есть имея ввиду что нужно много денег израсходовать на на без бесконечные пробы ошибки на эксперименты так что может и не надо тогда этим заниматься но с другой стороны коровин мне очень нравится эта фраза сказал что даже если у вас не будет денег пишите картины потому что тот восторг то счастье которое вы испытываете не сравнится ни с какими деньгами так что пошли писать хватит разговоры разговаривать кофе пить пошли за работу а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok